Девушки отдыхают Дирижеры вместо саперов. Зачем военную подготовку из Академии сухопутных войск переводят в другие регионы? День рождения королевы, как проходит торжество в Лондоне на фоне последних событий в стране. В Римнонской области очередной конфликт между полицией и старателями, которые незаконно добывают янтарь. Во время спецоперации пострадали трое бойцов черкасской полиции и двое старателей. Инцидент произошел в отдаленном Дубровицком районе. Отсюда сложно обеспечить видеосвязь, поэтому наш корреспондент Инна Белецкая, которая находится на месте событий, расскажет все подробности по телефону. Инна, здравствуй, расскажи, какие детали известны тебе? Катя, конфликт произошел на месторождении недалеко от села Черемель. Янтарь там добывают жители разных районов. Десять сотрудников оперштаба по борьбе с нелегальной добычей камня приехали туда на двух машинах. Полицейские изъяли две мотопомпы. Когда пытались уехать, дорогу им перекрыли около сотни старателей. К слову, такой способ сопротивления уже стал традиционным для янтарного региона. Агрессивно настроенные местные жители требовали вернуть. Изъятые мотопомпы разбили стекла в служебных автомобилях, напали на полицейских и перевернули их у азики. В результате, как сообщили правоохранители, трое черкасских полицейских получили травмы и пришлось обратиться за помощью в больницу. У двух ушибы конечности и еще одного черепно-мозговая травма. В то же время в Ракитненскую больницу с огнестрельными ранениями обратились два старателя. У них, как сообщили медики, ранения дробью. Вот только такого оружия правоохранителей на вооружении нет. Следователи же разбираются, когда и как копатели получили такие ранения. Стоит отметить, что подобные конфликты с представителями оперштаба у местных жителей происходят постоянно. Старатели всегда бурно реагируют на попытки изъять у них мотопомпы и любое оборудование для добычи сырца. Мы находимся на месте событий и уже завтра расскажем больше об этом инциденте. Спасибо, Инна. Инна Белецкая была с нами на связи из Ривнанской области. Главная военная прокуратура возбудила дело против беглого млада олигарха Сергея Курченко. По данным ГПУ, ряд принадлежащих ему компаний торгуют углем, добытым на оккупированных территориях Донбасса. Раньше в СМИ писали, что сначала украинский антрацит вывозят в Россию, а потом сбывают в Турции. Сейчас следователи проверяют эту информацию, а уголовное производство открыли по статье «Финансирование терроризма». А в зоне АТО трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов боевиков. За сегодня противник 22 раза открывал огонь из тяжелых орудий по нашим позициям. И вновь обострилась ситуация на Луганском направлении. В районе села Желобок боевики обстреляли из танков подразделения нашей пехоты. Подробнее Ирина Баглай. Это разрыв от танкового снаряда в час вчерашнего обстрела. Хрупкое затяжье на Пахмутской трассе было недолгим. Два танка боевики вывели на огневые позиции еще засветло. Танк стрелял в закрытой огневой позиции на весной траектории. То есть визуально мы не спостерегали, звезды сам стрелял танк. По прилету, по прилету видно, что працевал в напрямку Донецкого. Станка, ты слышишь прилет, потом выход. Ты в готовности по окопной линии разбежался, а там уже судьба судьбинушка. Бойцу с позывным близнец накануне повезло. Не добежал до места попадания вражеской мины буквально за секунду до разрыва. Я подбежал, как раз не успел даже подбежать, и она разорвалась. Буквально я думал, что в голову осколки вошли. Отстрелявшись, вражеские танки отошли в тыл за терриконы. А вот из села Жилобок, которое боевики давно превратили в свой укрепрайон, в сторону украинских позиций полетели противотанковые ракеты. Этот бронированный ДОТ – позиция для наблюдения. Стены полметра, бетон и противокумулятивная решетка. Но вчера и эта крепость не выдержала. Два прямых попадания противотанковых управляемых ракет. Свои огневые позиции боевики уже давно обустроили в когда-то жилых домах. Они преподносят по своим новостям, что есть какие-то семьи. Мы местных не наблюдали ни разу. Пулеметные расчеты у них на чердаках стояли. Пятичасовой вражеский обстрел украинские пехотинцы выдержали. Несмотря на то, что боевики задействовали все вооружение, у наших военных без потерь. Один из бойцов от снайперской пули наемника погиб на рассвете, когда было тихо. Вчера в 4 утра наш боец, выходя на пост, никто не ожидал, что он в такое время будет работать. Остановка автобусная, трансформатор. Он просто занимает позицию на возвышенности, устанавливает оборудование и стреляет. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Вместо саперов и танкистов психологи, дирижеры и культурологи. В аудиториях Львовской академии сухопутных войск, где обучали военному делу, теперь будут преподавать иные науки. Куда переедут военные факультеты и почему активисты называют это диверсией, узнавала Галина Якушко. Это сессия Львовского облсовета. Две недели назад депутаты голосуют за обращение к президенту, премьеру и министру обороны. Просит не переносить военную подготовку из Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного в другие регионы Украины. Как выяснилось, из четырех факультетов во Львове планируют оставить только один. Причем готовить он будет психологов, политологов, музыкальных дирижеров и культурологов. Военных саперов переведут в Камнец-Подольский, артиллеристов в Сумское военное училище. Студентов-танкистов направят в Харьков, где сейчас готовят только танковых ремонтников. Скорочение Харьковского танкового института – это была так же помылка, которую было допущено. На сегодня танковые подразделы выделяют очень серьезную роль. Мною принято решение, что до создания на базе факультета института для подготовки офицеров танковых подразделов и войсковых частин. Ежегодно Львовская академия сухопутных войск выпускает до 200 курсантов. С начала АТО количество желающих здесь учиться выросло в пять раз. Среди выпускников несколько героев Украины. Один из них – погибший Андрей Кизила, награжденный этим званием посмертно. Я закончил Львовскую академию в 2014 году. У нас было шесть человек. Семьи раз вопали в район правильных боевых действий, в зону АТО. И за этот короткий час, что я, что мои однокурсники, уже довольно быстро растут по посадам. Попытки расформировать Львовскую академию уже назвали диверсией. Есть интерес финансовый, потому что мы понимаем, что государство должно вкладывать миллионный бюджет на создание нового учебного заклада. С нуля практически. А это и закрыто. В условиях военных действий все учебные заклады подобного типа выводятся в глубокий в тил. Львов в этом плане – это самое идеальное место. Подробности отправили запрос в Министерство обороны с просьбой разъяснить ситуацию. Ответа ждали всю неделю, но никакого официального комментария так не получили. Как и львовские депутаты, на их обращение ни президент, ни премьер, ни глава Минобороны до сих пор не отреагировали. Скупая информация о возможных трансформациях во Львовской академии появилась только в газете Минобороны «Народная армия». При этом, как стало известно по дробностям из собственных источников, часть техники, предназначенной для обучения саперов, уже перевезли в Каменец-Подольский. Галина Якушки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал «Интер». Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт выступает за предоставление Украине оборонительного оружия. Об этом она заявила накануне во время встречи с президентом Порошенко. По словам Олбрайт, такое вооружение необходимо стране, чтобы обеспечить свое законное право на самооборону в соответствии с уставом ООН. В свою очередь, президент сообщил американским гостям, что на Донбассе продолжаются провокации боевиков, поэтому он настаивает на сохранении санкций против Москвы до полного выполнения Минских соглашений. А в Соединенных Штатах решили отгородиться от острова свободы железным занавесом. Снова. Дональд Трамп хочет вернуться к блокаде Кубы, пересмотрев политику Обамы. Что теперь изменится и почему новый президент намерен вернуть все вспять? Дмитрий Анопченко выяснял подробности. Десятки авиарейсов в день, океанские круизы, организованный туризм и отдых дикарями. В последний год американцы просто хлынули на Кубу, стремясь наверстать упущенное еще бы. Остров столько лет был для них закрыт. Лишь в конце 2014-го Барак Обама объявил об улучшении отношений с Гаваной. Затем открыл посольство и даже лично приехал на встречу с Кастро. Вслед за ним устремились и отдыхающие. Казалось, после стольких лет железный занавес наконец-то рухнул. Но не тут-то было. Дональд Трамп сейчас отказывается от политики своего предшественника. А здесь, в Белом доме, уже распространили официальную информацию. Туристические поездки американцев на Кубу будут ограничены. Браворный марш и не менее браворные заявления. Выступая в Майами, Трамп не жалел эпитетов. Мол, сделка Обамы с Кубой ужасна. Мол, политика бывшего президента абсолютно ошибочная. А значит, он все отменит прямо здесь и сейчас. С этого момента я отменяю подписанную прошлой администрацией абсолютно одностороннюю сделку с Кубой. Диал с Кубой. Якобы это спровоцирует очередную волну мигрантов. А Штаты и с нынешними беженцами разобраться не могут. В итоге нашли Соломоново решение. Туристический поток сократят, оставят лишь частные поездки к родственникам. И аргументация такова, мол, сначала проведите свободные выборы под международным контролем, а потом и поговорим. На Кубе выступление Трампа слушали с каменными лицами. Для многих кубинцев поворот курса – это прощание с мечтой. Страна больше полувека ждала, что блокаду снимут. Вместе с туристами придут инвестиции, и бедная жизнь закончится, раз уж двери на остров открыты. Понятно, что мы многое потеряем, но ведь Штаты потеряют еще больше, чем мы. Мы только-только стали отношения налаживать. Жаль, что Трамп это все не продолжил. Зато в Майами сторонники президента, а среди них много кубинских мигрантов, это решение приняли на ура. Мол, деньги, которые тратили на Кубе, теперь придут к ним. Мы не будем больше поддерживать коммунистическое правительство. Взамен получим назад деньги и от круизов, и от туризма. Но уже сейчас понятно, что в основе решения Дональда Трампа вовсе не экономика, а политика. Его предшественник Барак Обама под занавес своей каденции решил войти в историю. И команда советников порекомендовала ему снять железный занавес и стать первым за последние почти 90 лет американским президентом, который посетил Гавану. Дональд Трамп сейчас целенаправленно разрушает все, что создавал Обама, и тоже войдет в учебники истории. Вот только вопрос, что именно о нем напишут. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Что напишут о Трампе, пока вопрос. Но вот сейчас американцы зачитываются его декларацией о доходах за 2016 год. Она достаточно объемная, 98 страниц. И как следует из первого президентского отчета, только от владения полями для гольфа Трамп получил почти 300 миллионов долларов. В Белом доме подчеркивает обнародование декларации, шаг добровольный. По закону, американский президент мог не торопиться с этим до мая 2018. В столице прокуратура ликвидировала конверт-центр с оборотом в 156 миллионов гривен. Работал он с 2015 года. Злоумышленники предоставляли незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики. Кроме об наличке денег, незаконно формировали налоговый кредит компаниям. Следователи установили главный офис конвертации и квартиру организатора схемы. Там были проведены обыски. Массовые беспорядки в Берлине. В ночь на субботу неизвестные в масках жгли автомобили, мусорные баки и строительные заграждения. На улице Ригер толпа громила витрины и разбирала мостовую. На место прибыли силовики с собаками. Завязалась потасовка. В правоохранителей полетели бутылки, камни и петарды. Одна сотрудница полиции получила ранение. Над районом подняли вертолет. Полиция задержала одного человека. Остальные скрылись. Сразу две террористические организации взяли на себя ответственность за нападение в Иерусалиме. Три боевика атаковали полицейских. Погибла девушка. Все подробности у Сергея Ослендера. Следователи до сих пор пытаются выяснить, были ли оба теракта согласованными или просто случайно совпали по времени. Первый произошел возле печально известных шхемских ворот старого города Иерусалима. Преступник набросился на молодую сотрудницу пограничной полиции, ударил ее ножом в спину и попытался отнять оружие. Смертельно раненая девушка боролась с террористом, не позволив ему завладеть автоматом, иначе жертв могло быть гораздо больше. Очень быстро к месту происшествия подоспели бойцы спецназа и застрелили нападавшего. Практически одновременно, совсем рядом, на улице Султана Сулеймана, тоже возле старого города, два террориста открыли огонь из автоматов по полицейскому патрулю. Один из стражей порядка получил тяжелое ранение. Из расходов в боеприпасы арабы выхватили ножи, попытались перейти в рукопашную, но ответным огнем были уничтожены. Если посмотреть, как в мире происходят теракты, то иногда они занимают часы. В этом теракте было два участка, где произошли нападения. На первый ушло буквально несколько секунд, на второй около двух минут, и все три террориста были ликвидированы. Адас Малко, прапорщик пограничной полиции, умерла в больнице на операционном столе. Ей было всего 22 года. Она из большой семьи, которая живет в поселке неподалеку от Ашкелона. Девушку уже похоронили, жизнь второго раненого вне опасности. Ответственность за этот теракт взяли на себя боевики исламского государства, но неожиданно их опровергли террористы из Хамас. Дескать, теракты это дело рук их сторонников. Администрация палестинской автономии во всем обвинила Израиль. Представители правящей в Рамале партии Фатх заявили, что во всем виновата оккупация. Тем временем на западном берегу, откуда явились террористы, полным ходом идет спецоперация. Населенные пункты, откуда они пришли, это две деревни рядом с Хевроном и Рамалой, оцеплены войсками. Там ищут возможных сообщников, идут аресты. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Аллею памяти погибшим в АТО осветили сегодня в Черновцах. 16 монументов установили накануне над их эскизами. Работали лучшие архитекторы города. Продолжит Ольга Паломарюк. Сын Петра Питсула погиб ровно три года назад. Старший солдат 80-й отдельной аэромобильной бригады попал в засаду 17 июня 2014-го в окрестностях Луганска. Боевики атаковали колонну военнослужащих. Они горели живыми. Это был бой. Там еще написал Влад Москва. Когда помехали, они сказали, что так и так говорят всем бронникам. Хорнил его как раз 17-го червня боя. Хорнил день рождения. 22-го червня родился и 22-го червня его повстанил. Вместе с Виктором погибли еще семеро бойцов. Тогда в горсовете решили, всех будут хоронить на центральном кладбище Черновцов. Сейчас на аллее памяти 16 могил. Я знала очень доброго Игоря Красоватого, потому что он был майданец. А других знала Владика Требка, потому что Владик Требка постоянно телефоновал. Он был на передове, как медик. Он телефоновал, что нужно им лекарство. Могилы погибших бойцов было сложно найти среди других памятников. Поэтому архитекторы решили облагородить аллею. Над проектом мемориала больше года работали лучшие специалисты города. В итоге изготовили и установили 16 памятных комплексов с каменными вазами и лавочками. Это все выполнилось не просто так, что кому-то захотелось. Мы постоянно собирали родины погибших. Было очень много нарад. В каждом элементе закладывается символ. Например, памятник мог быть двометровый. Хотели передать значимость их, чтобы их портреты были в полный рост. Аллею освятили, падших в боях почти минутой молчания. Дальше звучит гимн Украины, поет бард. Не загину я, просто засну. Отпочину и с новым добой. Слез не скрывают ни родственники погибших, ни волонтеры, ни военные. Люди приходят и могут видеть, кто защищал их мирный спокой. Можут быть вообще мемориалы. Я надеюсь, они будут сделаны окременно. Это правильно, это должно быть. Возле аллеи славы на центральном кладбище выделили землю и для родственников погибших бойцов. Ольга Иванченко, Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Как улучшить экологическую ситуацию в прифронтовом Донбассе? Как использовать неработающие шахты? И как помочь родным погибших бойцов АТО? Эти темы обсуждали участники молодежного форума. Какие предложения звучали и чьи признаны лучшими? Знают наши корреспонденты. С помощью датчиков, которые находятся внутри этого мишки, будущие медики могут изучать технологию проведения операций. Это один из проектов, придуманных стипендиатами фонда. Есть и другие, не менее интересные. Я сегодня представляю проект АСКИБНЕТС, электронная карта пациента. Будь-який пациент, когда приходит в клинику, он стоял в чарах, он напоряд записался до лекаря на прием. Чтобы стать стипендиатом фонда, точнее двух его образовательных программ, нужно отправить на конкурс свою творческую работу и пройти собеседование. В этом году жюри отобрало более сотни студентов. Большинство будут учиться в отечественных вузах. Девять поедут в Европу. В 2006 году мы начали наши стипендиальные программы образовательные. С тех пор уже более 2,5 тысяч молодых людей, лучших, стали участниками этих программ, этих проектов. Тут самое главное не финансовая сторона, а то, что вы являетесь такой уже новой комьюнити. Вы объединены, вы можете делать различные социальные проекты. Ну а кто-то и политические. Дипломы стипендиатам этого года вручили накануне на молодежном форуме, который проводят в Киеве десятый год подряд. Пригласили и победителей прошлых лет, а еще премьера экспертов и известных журналистов. Те дали студентам много ценных советов. Не ограничивайтесь реальностью, оставьте реальные задачи для ремесленников. Вы талантливы, и поэтому ставьте перед собой нереальные задачи и дерзайте. Замахнитесь на космос, замахнитесь на реальную переработку, замахнитесь на реальные технологии, замахнитесь на модерное государство. Сегодня стипендиаты и новички разбились на группы и создают социальные проекты для людей, проживающих на прифронтовых территориях. Темы различные, от психологической поддержки до экономического развития региона. Завтра жюри берет три лучшие работы, которые фонд профинансирует. Андрей Кровец, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Украина совместно с Японией завершает подготовку к реконструкции бортнической станции аэрации воды, очистного сооружения под Киевом. Посмотреть, как идут работы, сегодня приехал вице-премьер Геннадий Зубко и посол Японии в Украине Шиге Кисуми. Проект достаточно дорогостоящий, больше одного миллиарда долларов. И он стал возможным благодаря специальному долгосрочному кредиту. Работы на станции начнутся уже в следующем году, а завершить их планируют через 5-6 лет. Благодаря модернизации станции аэрации ожидается очень положительное влияние на качество воды в реке Днепр, что совершенно необходимо не только для киевлян, но и для всех украинцев, живущих ниже по течению, и также для сельского хозяйства. Уже с 1 июля квартплата для киевлян вырастет почти вдвое. Платежки с новыми тарифами за содержание домов и придомовых территорий придут в августе. Как сообщили в мэрии, расценки будут определяться для каждого дома отдельно. Но в среднем тариф по Киеву составит 5 гривен 80 копеек за квадратный метр. Если оплатить до 20-го числа, будет 10-ти процентная скидка. А вот самые высокие платежки от 8 гривен за квадрат ожидают жильцов общежитий. За счет повышения стоимости услуг местные власти хотят поднять зарплаты работникам ЖКХ и увеличить финансирование ремонтных работ. А правительство с 1 октября готово повысить выплаты для 9 миллионов пенсионеров. Это предусмотрено пенсионными новациями, которые накануне поддержал Совет реформ при президенте. По словам премьера, уже в начале следующей недели законопроект внесут в парламент и начнут обсуждать с депутатами. Не такой веселый праздник, как обычно. В Великобритании отмечают день рождения королевы. Почему в традиционные торжества внесли коррективы, знает Оксана Кундеренко. Верная примета. Раз дорогу к Букингемскому дворцу украсили флагами, жди праздника. А именно, дня рождения, который отмечают не в конкретный день, а в третью субботу июня. Причем небезызвестная виновница торжества на самом деле родилась в другой день. Ее Величество Елизавета II отпраздновала 91-й день рождения в апреле. Но по традиции все торжества и народные гулянья запланированы на лето, когда погода хорошая и туристический сезон в разгаре. Конный парад в жаркий летний день стал настоящим испытанием для почетного караула. Несколько гвардейцев в полной экипировке потеряли сознание на 30-ти градусной жаре, и их пришлось уносить на носилках. Не обошлось и без минуты молчания в память о погибших в страшном лондонском пожаре. 30 жертв официально опознаны, еще 58 считаются пропавшими без вести. Накануне королевская семья пообщалась с ранеными в больницах, волонтерами в центрах помощи пострадавшим и пожарными, которые боролись с огнем в высотке. Вы очень сильны, как община. Вы невероятно много сделали для помощи пострадавшим. Совсем рядом с местом праздничного парада, буквально в квартале, возле офиса премьер-министра на Даунинг-стрит, разъяренные протестующие требовали справедливого расследования трагедии и поиска ответственных. Очевидно, что ответственность лежит на тех, кто решил урезать финансирование, чтобы подешевле отремонтировать здания. Явно, что все было сделано тяп-ляп. Против такого нужно выходить на протесты. Несмотря на праздничную атмосферу, авиационный парад, улыбки и цветы, страна погрузилась в мрачные настроения. Так написала королева в заявлении перед своим официальным днем рождения. Еще она приурочила к этому дню государственную награду посмертно для офицера полиции Кита Палмера. Он погиб от рук террориста у здания парламента. На Соединенное Королевство в последнее время свалились серьезные испытания. И страна с виковыми традициями вынуждена подстраиваться под суровые реалии. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Как лже-принц дурачил знаменитости и кого из публичных персон больше всех читают в Твиттере? Об этом вы не только узнаете из нашего обзора. Пройдоха голубых кровей. Итальянская полиция разоблачила фальшивого принца. Некий Стефан Черентич из Монте-Карло выдавал себя за потомка династии черногорских монархов. Вымышленный статус помогал ему знакомиться со знаменитостями. Так, два года назад он даровал титул графини Памели Андерсон. Раскрыть аферу удалось благодаря неоплаченному счету в отеле, где останавливался лже-принц. При обыске у авантюриста полиция обнаружила ворох поддельных документов и медалей. Самая читабельная в Твиттере. Американская певица Кэти Перри первой в мире собрала более 100 миллионов подписчиков в микроблоге. На втором месте по популярности в этой соцсети канадский певец Джастин Бибер. У него фолловеров всего на 2 миллиона меньше. Не отстает от звезд шоу-бизнеса бывший президент США Барак Обама. Его читает 91 миллион пользователей Твиттера. Покоритель голубых дорожек против океанского хищника. Американский пловец Майкл Фелпс совершит заплыв на перегонки с белой акулой. Соревнования проводят специально для телепередачи на канале Discovery. Подготовку к заплыву американец начал с погружения, находясь в клетке к большим белым акулам. Несмотря на 39 мировых рекордов и 23 олимпийские медали, эксперты скептически оценивают шансы спортсмена на победу. Белая акула плавает в 4 раза быстрее Фелпса. Опасная акробатика. Американка Эрендира Валенда исполнила несколько трюков над Ниагарским водопадом. Несмотря на ветер, девушка вращалась на обруче, подвешенном к вертолету на высоте почти 100 метров. В какой-то момент она повисла над бездной, ухватившись зубами за конструкцию. Эрендира – жена американского акробата Ника Валенде, который 5 лет назад первым прошел по канату через Ниагарский водопад. Конец легенды. Археологи нашли в Эфиопии забытый город Харла, построенный в 10 веке до н.э. Местные предания гласили, что в этой местности обитали гиганты из-за крупных блоков, которые использовались для постройки зданий. Оказалось, ранее там жили обычные ремесленники, специализировавшиеся на изготовлении бижутерии и ювелирных украшений. Живая преграда образовала пробку на дороге в чилийском портовом городе Томэ. Посреди небольшой улицы мениво разлегся огромный морской лев. Автомобилям пришлось объезжать животное, что вызвало затруднения в транспортном движении. Скорее всего, морской лев забрался вглубь города в поисках пропитания. Королева современного перформанса. Такой титул получила художница Марина Абрамович. В Дании открылась ее новая выставка. Работы видели и наши корреспонденты. Сербскую художницу Марину Абрамович называют королевой перформанса. Критики не жалеют похвал и в это же время называют ее искусство экстремальным. Действительно, немногие художники в мире сегодня вызывают такие сильные эмоции, как Марина Абрамович. А она скромно рассказывает, как когда-то нашла убежище в искусстве. В Дании в Музее современного искусства Луизиана, недалеко от Копенгагена, представили особую выставку работ художницы. Экспозиция начинается с одного из самых волнующих произведений. Зритель проходит через узкий коридор войны под звук пулеметов. Посмотреть на эти уникальные композиции можно будет и в Киеве. В ближайшее время Марина посетит Украину и покажет часть своих работ, рассказывает украинская художница Зинаида, побывавшая на выставке. Марина належит до найбільш известных и впливовых людей в современном мистецестве. Это ее первые работы, живописи, которые меня очень удивили и никогда не были представлены глядачеви. Также ее первые перформансы. Эта выставка уникальна, потому что она собрала более 100 работ Марины. Также мы знаем, что мы ожидаем Марину сейчас в Украине, где она покажет часть своих работ. И почти будут проведены некоторые лекции, что мне кажется, что будет очень интересным для молодых творческих людей. На заре своей карьеры художница занималась живописью. Но вскоре в этом жанре ей стало тесно. И теперь в своих композициях Марина Абрамович демонстрирует зрителям, как преодолеть проблемы и страхи, а зачастую и сама становится героиней своих произведений. Мировую популярность ей принес перформанс в присутствии художника. С 736 часов и 30 минут Марина сидела и просто смотрела в глаза зрителям. Вот так пообщаться с ней, не касаясь и не произнеся ни слова, смогли полторы тысячи человек. А во время другого выступления она позволила посетителям причинить ей боль. Быть художником – непростая задача. Я ненавижу вспоминать прошлое. Мы работали здесь вместе с художниками-декораторами, и это чудесный опыт. Это как менять, редактировать свое прошлое. Поверьте, художник – это не лучший в мире человек, который демонстрирует свою лучшую работу. Иногда может казаться, композиция хороша, но это не срабатывает. Потому что работа нравится только вам, а не публике. Сегодня Марина Абрамович – одна из самых влиятельных художниц современности. Ее имя в списке топ-100 самых влиятельных людей мира. В Дании же художница поделилась с молодежью своим главным секретом. Она никогда не боялась рисковать. Анна Каменева, Наталья Шумакова. Подробности – телеканал «Интер». Больше новостей, как всегда, на нашем сайте «Подробности.ua». Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин